Вводными функторами в Абелевом случае, но мы к этому вернемся, но действительно там, конечно же, не нужны никакие, ну так, буквально уж, по крайней мере, не нужны никакие вот эти карта на Элленберге, но, как вы и говорили. Но, значит, сначала бы мне хотелось в общем случае рассказать, причем не в случае модельных категорий, причем не через вот пару функторов квилина, как это обычно пишется в учебниках, а через такой вот более продвинутый, что ли, способ, который возник там в книжке, наверное, в нулевые года, появившейся в виде припринта Хана, Хершхорна, помню, еще двух авторов, Двайера, еще кого-то, вот, не помню. Вот, и это называется Deformation Left and Right Deformation of Functors, если я правильно понимаю. Вот, я книжку к своему стыду не читал, вот, она очень тоненькая и хорошая, говорят, но и говорят, что дико полезная для прочтения, но есть там некое переложение у Эмилии Рил, и я буду, значит, вот этим пользоваться. Может быть, в следующем, через какое-то время можно будет и книжку пообсуждать, вот, но это так интересно, вот, значит, давайте просто начнем, будем постепенно тут, как бы у нас в конце была некая путаница, да, связанная с вот следующим обстоятельством, что мы, значит, вот сделали следующее. У нас есть С, некоторая модельная категория, вот, и мы строили ее гомотопическую категорию. Значит, она имела те же самые объекты, что объекты AC, а морфизмы, вот, между двумя объектами XY, это было, значит, классы, вот, можно так их обозначать, классы гомотопных отображений между арку X, арку Y, значит, где тут пишется следующее, что мы строили для каждого объекта X, мы сначала, значит, строили такую вот вещь, где вот эта кофибрация, а это была ациклическая фибрация, да, потом мы брали вот этот QX, значит, что мы с ним делали-то? А, нет, мы брали, судя по всему, да, мы брали QX в X, да, и мы его дальше, правильно я говорю, да, и мы его дальше раскладывали, как арку X, а тут, значит, вот это, где вот это была ациклическая фибрация, да, нет, это была, значит, фибрация, а это ациклическая, то есть, нет, это была, нет, сейчас, что-то я не то, вот это, да, было, правильно, да, вот это была, значит, ациклическая, нет, вот это была фибрация, да, а это была ациклическая кофибрация, если я правильно помню. Правильно, да? Вроде все правильно. Причем мы вот эти штуки могли как угодно выбирать. То есть мы для каждого объекта X должны выбрать на наше усмотрение вот такое хозяйство. И дальше мы определяем морфизмы вот таким образом, где мы показывали, что вот эти объекты, арку X, арку Y, они кофибрантные и фибрантные одновременно. И для таких объектов уже не важно, это левые или правые классы гомотопических отображений. Они образуют отношение эквивалентности, то есть это множество отображений отсюда сюда по модулю гомотопических, гомотопных отображений. И дальше мы говорили, что существует функтор гамма из C, функтор локализации, вот этот хуа-ц. Значит, этот функтор устроен каким образом? Он тождественен на объектах, да, и он переводит. Да, мы показывали, что вот эта штука, она, значит, поднимается. То есть там для любого морфизма из X в Y можно, соответственно, построить арку X в арку Y, которое, значит, определено однозначно с точностью до гомотопии. И таким образом у нас возникает функтор, да, и тут мы, значит, этот функтор переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы, да. Значит, почему это так? Потому что если у нас есть слабая эквивалентность из X в Y, то по теорему Айтхида, то тогда, соответственно, отображение, вот если это G, которая слабая эквивалентность, то вот этот вот там G-тильдочка, вот которую мы берем, любая, которая является там подъемом, как мы в прошлый раз строили, она является тоже слабой эквивалентностью. И это легко увидеть вот из того, что вот это вот слабая эквивалентность, там и вот эта слабая эквивалентность. Вот, значит, это тоже слабая эквивалентность, но уже между фибрантными и кофибрантными объектами, значит, по теореме Уайтхида, она является гомотопической эквивалентностью, а значит, изоморфизмом вот в этом ход С. Вот. И... Ну да, и, значит, дальше говорилось, что вот в этом месте там какая-то возникла небольшая неувязочка, которую мы сейчас наладим, что эта штука обладает следующим свойством, что если у нас есть некий, значит, как надо обозначить, гамма, а это значит f из c в d, то есть для любого f из c в d, который переводит, который, функтор, который переводит w в изоморфизмы, значит, существует f-bar, существует единственный f-bar, который делает эту диаграмму коммутативной. Ну и отсюда следует, что эта категория определена однозначно, с точностью этой эквивалентности. Заметим, кстати, что отсюда будет следовать, что эта категория, которая априори зависит от наших выборов, а арку x, которые являются свободными выборами, на самом деле не зависит, потому что при любом другом выборе у нас есть другой функтор, там гамма-штрих, в другую гамма-топическую категорию вместо d, и из этого следует, что есть там в одну, в другую сторону функторы, которые, то есть мы используем, что для любого другого выбора вот этих вот поднятий, у нас все равно получается функтор, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, и понятно, да, что отсюда мы можем сказать, что они гамма-топически эквивалентны. Вот, ну и тут, значит, была какая-то такая вот та самая рисовалась картинка, давайте я ее перерисую, и тут дальше вот я что-то начал говорить немножко неправильно, по-моему. Ну, значит, вот это обозначалось px, вот, дальше у нас был g, значит, это вот в наших новых терминах, вот это px, да, а дальше у нас есть вот из qx var qx r qy, значит, вот этот g, да, кто у нас тут, вот как он тут строится, вот из qx, вот это, это gx, вот, да, gx, gy, а это, значит, вот какой-то g тильда, мы всегда можем g поднять, значит, до g тильда, да, значит, вопрос в том, как нам построить вот этот функтор f с bar. Вот, ну, значит, на объектах, так как объект это, мы знаем, как он себя ведет на объектах, и вот эта гамма, гамма, она тождественна на объектах, гамма равна тождественному на объектах. Тождественному отображению множеств, поэтому, или классов там, поэтому, значит, как построить это f bar на объектах, мы, естественно, знаем, f bar от x, оно просто равно f от x, правильно? Ну, чтобы диаграмма была коммутативной, больше ничего не остается. И теперь мы должны построить f bar на морфизмах, то есть мы должны сказать, что во что там f bar, во что он переводит там ход c от x, y, значит, в d от f от x, f от y, вот, как-то так. Вот, ну и тут, значит, получается, что мы берем некоторый морфизм, вот, который наверху стоит, то есть мы берем некоторое g с тильдой, которая есть здесь, которая не обязательно переходит из g, происходит из g, то есть сейчас, наоборот, ситуация как бы обратная, да, у нас g никакого нет, уже нам нужно было, когда мы вот эту гамму строили. А теперь мы знаем, что у нас есть категория, в которой, соответственно, хомо из x в y – это гомотопические классы таких g тильда. Вот, и мы поэтому берем какую-то g тильду, и по g тильде мы должны построить, значит, морфизм из вот f от x в f от y в d. Значит, вопрос, как это сделать. Ну, можно вот просто ко всей вот этой нашей диаграммке применить функтор f. Давайте мы это сделаем. То есть у нас получится, значит, f от r q x, тут будет f от g тильдочка, да, тут будет тильда там нарисована, f от r q y, вот, тут будет, значит, f от g x, тут будет f от g y, значит, тут будет f от q x, тут будет f от q y, f от y, f от p x, x, и вот тут f. И тут, значит, возникает некая стрелка, которая, вообще говоря, не возникает. То есть такой стрелки вот до применения f мы не знаем, что это за стрелка. Ну, то есть в одну сторону мы там поднимали каждое такое отображение, вот g до g тильда. А так у нас вообще до того, что я тут нарисовал f, у нас нету такой стрелки. На самом деле после того, что я нарисовал, оно есть. Значит, по следующей причине, значит, есть два обстоятельства, которые я использую, да. Первое обстоятельство это то, что f переводит, переводит w в изоморфизмы, и при этом p x и g x, они принадлежат w. Значит, вот эти стрелки я могу обращать. То есть, в частности, вот эту стрелку или там вот эту, вот все вот эти вертикальные стрелки, они становятся изоморфизмами. Вот, а дальше проблема возникает в том, что у меня вот здесь как бы стоят гомотопические классы. То есть, если я беру вторая проблема, это то, что я, если g тильдочка гомотопно g двумя тильдочками, то я должен получить одно и то же. Вот, а тут у нас была, значит, была лема, которую я вам на той доске писал, замечательная, которая, давайте я ее снова там же и перепишу, которая говорила следующее, что мне она просто нравится, вот поэтому я помню, что когда-то, вот, когда я там что-то делал, и когда вот с этим впервые столкнулся, то было здорово. Значит, пусть c модельная категория и fcfd функтор, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы. Тогда для f1, f2 из c из x в y f1 гомотопно f2 влечет, что f от f1 равно f от f2. Вот, и это мы там доказывали просто замечательным образом из этих там общих определений цилиндра, да. Вот, можете поглядеть. Ну вот, и отсюда следует, что вот из этой лемы, лема, значит, влечет, что f от g с тильдочкой равняется f от g с двумя тильдочками. То есть получается, что вот это вот изоморфизмы, а эта стрелка не зависит от, собственно, класса гомотопных отображений. Поэтому мы вот эту вот вещь определим, вот, 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 вот эту композицию, да, как, соответственно, она будет равна g f от g, давайте я не буду все это переписывать, в минус первый, потом, значит, f пи x только, пи x, потом f от g x, потом f от g с тильдочка, и вот это я знаю, что корректно. То есть вот я делаю вот так, вот, сначала вот эти две, потом это, потом вот эти две, и вот это как я определяю f от g с тильдочкой. Ну вот я получаю функтор, который, очевидно, что композиция, очевидно, что эта диаграмма коммутативна, да, потому что, ну, почему, собственно, это очевидно? Ну, просто, ну, потому что, если я сначала беру гамму, то, то, что я, то, что у меня теперь мое g с тильдочка зависит от, ну, если мое g с тильдочка является подъемом некоторого g, да, вот здесь, то тогда совершенно очевидно, что там эти пи и g это слабые эквивалентности, когда я все применяю к f, я просто получаю коммутативную диаграмму, в которой вертикальные стрелки изоморфизмы. Поэтому у меня получается тождество, то есть f от g равняется вот тому, что я определил до этого, да? Понятно? Или не очень? Ну, вроде все, сейчас совсем чисто, да? Ну, вот. Все, значит, теперь тут еще говорят, ну, это там, я не знаю, тут говорят, что эту же гомотопическую категорию можно, ну, стандартное приговаривание определить вот таким образом. Можно взять категорию, в которой объекты, другую категорию, которая называется C, кофибрантные и фибрантные. Значит, объекты, объекты это кофибрантные, фибрантные, то есть и кофибрантные, и фибрантные объекты из C, вот, а морфизмы гомотопические классы отображения. Уже без вот этого подъема, у вас уже есть кофибрантные и фибрантные объекты, уже вот всех этих P и G не будет. Гомотопические классы отображения. Гомотопические классы отображения. То есть у вас есть два гомотопические, то есть вы берете вот это C от двух объектов, x, y, которые оба фибрантные, кофибрантные, фибрантные, вот, и это определяется как просто P от x, y, да, что корректно определено, и не зависит там левая, правая. Окей, значит, и утверждается, что эта категория слабоэквивалентна, то есть, извиняюсь, эквивалентна как категория гомотопической категории C. То есть вот, например, мы можем сказать, что гомотопическая категория всех, значит, топологических пространств, она эквивалентна категории CW-комплексов, в которых морфизмы определяются как гомотопические классы отображений, но при этом гомотопические классы отображений для CW-комплексов это вот наши стандартные гомотопические классы отображений, как учат в школе, то есть это вот не с этими левыми цилиндрами, а на самом деле, да. То есть получается, что на самом деле гомотопическую категорию всех топологических пространств, которые, ну, можно определить таким образом, что ее объекты, ну, как эквивалентную, таким образом, что ее объекты это CW-комплексы, а морфизмы это гомотопические, значит, классы отображений, непрерывных отображений. А для всех пространств так нельзя сказать, что для всех пространств мы получаем нечто другое, чем мы там, что получаем-то? Мы получаем, что нам нужно вот эти брать, арку там и все такое, да. То есть получается что-то другое. Вот теперь как это доказать? Ну, я бы, ну, вообще, вот, конечно, краткие изложения, они в этом месте говорят, что это просто очевидно, но, в принципе, мы можем же, у нас же есть некоторый фридум в том, как мы вот эти арку выбираем. То есть мы просто для каждого объекта должны каким-то образом выбрать, а для разных объектов совершенно никак не согласовано, да. Вот, поэтому мы можем выбрать так, чтобы для кофибрантных, кофибрантных объектов у нас это было просто тождественно. можно выбрать, можно выбрать арку так, чтобы арку x было равно x, если x кофибрантно-фибрантный. Ну, вот, потому что это как бы, ну, ну, например, если вот у нас x кофибрантный, то нам же никто не мешает вот здесь взять вот такую вот диаграмму, а тут тождественно. Вот это частный случай нашего Q. А дальше то же самое можно сделать, если он еще и вот этот, еще и фибрантный, то мы всегда можем взять вот здесь, мы берем x как бы в x тождественное, да, и мы берем тут тоже x. И у нас получается все, что нам, в общем, нужно. Такая возможность есть, но для общей возможности у нас может быть что-то другое. А мы хотим как бы, что, зачем нам это все нужно? Потому что мы хотим построить некоторый функтор, который был бы просто вложением, из fully faithful, вполне строгим функтором, из hcf вот в эту гомотопическую категорию от c. И для этого нам как бы удобно понимать, что вот арку от x равно x, если x кофибрантно-фибрантный, потому что тогда и здесь, и здесь для такого x у нас, соответственно, морфизмы определены просто как одно и то же множество. Поэтому мы все можем. Прекрасно. Значит, есть такое вложение, нам еще нужно построить в другую сторону. Ну и в другую сторону оно тоже строится, потому что у нас есть там c, да, то есть как оно в другую сторону строится. c отображается в хуа-ц, значит, в другую сторону. Оно строится в другую сторону? c, значит, объекта ворота есть в французоменку? Да, но это как бы… Это средка, но d, вот то же там. Да, то есть а d-то чему равно? c, c. Вот c, c, вот это. И как мы это строим? Нам же функтор нужен. Для этого нам нужно, чтобы это функториально было, да? Не-не, ну на объектах-то он должен как-то вот объект переходить, один объект, любой, переходить в кофибрантно-фибрантный. Наверное, нужна функториальность какая-то, черт его знает. Ну, в общем, короче говоря, да, вот если у нас есть такой функтор, то тогда он, конечно, переводит, соответственно, слабые эквивалентности в изоморфизм, и тогда мы строим вот этот. В общем, ну я думаю, что даже и без этого можно обойтись, потому что вот этот функтор fully-faceful, и надо после этого, вот здесь все не надо нафиг, после этого у нас есть такой вот функтор, который fully-faceful по построению, потому что одни и те же хомы на множествах, и одни и те же объекты, да? После этого нам нужно доказать, что образ это essentially surjective, то есть каждый объект, он изоморфен объекту из образа. Причем изоморфен уже не функториальным образом, как-то изоморфен. Но вот мы строим, вот как говорят, кофибрантно-фибрантную замену, и у нас получается, значит, что он изоморфен. То есть мы строим вот эти вот дела, арку от x, уже там, ну, любого объекта x, мы строим арку x, который принадлежит, естественно, образу вот этого и, образу и, вот, и, и нам надо доказать, что он изоморфен x, то есть, что вот этот объект, что он изоморфен x в хуаце, а он изоморфен x, потому что он связан с x, вот этими p и g, а после применения, значит, в гомотопической категории они становятся изоморфизмами. Правильно, вроде? Ну да, вроде бы все правильно сказал, да, в гомотопической категории они изоморфизм. Или неправильно? Нет, не, неправильно. Сейчас. Не, неправильно. Вот последнее я неправильно сказал. То есть нам нужно показать, что любой объект вот здесь, x, он изоморфен вот какому-то такому, который принадлежит здесь. Он связан такой действительно там с диаграммкой какой-то, но так как x, вообще говоря, не кофибрантно-фибрантный, то, значит, там нельзя применять теорему Айтфида, поэтому, ну да. Не, ну в общем, тут надо, вот это давайте я вам доставлю в качестве упражнения, не буду тут. В общем, тут, наверное, все-таки надо в другую сторону построить функтор, если у нас есть функториальная фибрантно-кофибрантная замена, это очевидно, что он строится, да, а если нет, то сейчас не соображу как. Может, вы сообразите. Ну да. Не-не-не-не, не знаю. Вот диаграмм, который на среднем носке справа с верхом. Вот это. И справа с верхом. Вот это. Да, там с верхом и x, и g, и x. Стрех. А, морфизмы определяются, соответственно, как вот эти же, да, то есть там… В гомотопической категории они будут изоморфизмы, но как морфизмы в гомотопической категории. Они же там определены, как, соответственно, хомы между арку соответствующими. То есть арку от арку и… Не, ну в общем, это все доделывается. Я думаю, что просто показывается, что он essentially subjective, но вот таким образом. Ну просто это действительно доделывается. Но давайте это я оставлю в качестве упражнения. Это не халтурно, а действительно. Все, значит, теперь хотелось бы… На этом мы завязали про вот эту деятельность. И теперь хотелось бы, значит, просто немножко другое сказать. Значит, а что ж такое… Ну то есть тут у нас как бы вот получается такой функтор F с чертой, если наш функтор переводит слабый эквивалент… Вот этот F переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы. То есть мы как бы знаем, какой-то есть функтор, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, и тогда однозначно строится такой функтор F с чертой. Но вообще говоря, настоящие функторы, они не переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы. Они переводят слабые эквивалентности на каких-то специальных объектах в изоморфизмы, Например, в гомологической алгебре, если у нас есть два комплекса из проективных объектов и есть некоторые отображения комплексов, которые индуцируют изоморфизм на гомологиях, то любой точный слева функтор переводит этот морфизм в изоморфизм. Поэтому считать, что с этим F чертой мы таким образом решили задачу построения производного функтора, это было бы крайне глупо. А мы хотим при некоторых условиях строить этот производный функтор, левый или правый. Вообще классически Квилен строил это, как он определил такое понятие функторов Квилена. Я думаю, что можно сказать для тех, кто не знает, что в гомологической алгебре у нас бывает левый производный у функторов точных справа, а правый сопряженный у функторов точных слева. А если у нас есть какая-то неабелевая ситуация, как мы можем сказать, что такое точность справа и точность слева? Ну, мы не можем это сказать, конечно, но мы можем вспомнить, что в гомологической алгебре, если у нас есть левый, если есть пара сопряженных функторов, F, там, из C, F, D, G, D, да, вот, то точность слева, значит, если F слева, в смысле сопряженный, а этот справа, то F, он будет точен, если есть два аддитивных функтора между абелевыми категориями, аддитивные функторы, то, значит, левый сопряженный будет точен справа, а правый сопряженный точно слева. Ну и поэтому, на самом деле, вот у Квилина, вот те функторы, у которых он вообще строил производные, они происходили вот парами, ну, потому что иначе для одного функтора просто как бы не скажешь, что такое точность, ну, не скажешь, что он достаточно хорош для того, чтобы у него брать производные, да. Вот, а в этой книжке была, значит, вот Кана и других, довольно недавней, то есть уже такой пост существенно квилинская, уже Кану было там лет 90, правда, наверное, или около того, правда, вот некоторые люди говорят, что он-то всегда понимал, что так можно, но вот как бы записано это было относительно, ну, по сравнению, ну, вот для таких старых людей, как я, не так давно для вас, конечно, это было очень давно, да, то есть там, вот. И, да, и, значит, они показали, ну, вот они определили вот этот вот левый сопряженный и правый, то есть производный и правый производный, да, они определили это, значит, как бы по-другому, который не требует некоторой пары функторов, а вместо этого есть такой вот формализм, который называется левая и правая деформации функторов. И я бы хотел вот это рассказать, потому что, по-моему, это замечательная история. И тут требуется некая функториальность, которая меня исконфузила вот в прошлый раз, но на самом деле для гомологической, потом можно обсудить, что происходит в гомологической алгебре, вот в гомологической алгебре, на самом деле, оно происходит по-другому чуть-чуть в производных категориях. Там вот нет функториальности, то есть, ну, как бы, вы не можете, если у вас, особенно если есть там какой-то класс объектов, типа плоские модули, например, как там выбрать плоскую из альвент, чтобы это было функториально? По-моему, нет такого, да? То есть, может, где-то там есть какие-то конструкции, конечно, но так обычно не предполагается. Вот, а тут нужна будет функториальность, а в гомологической алгебре нет, но там есть какие-то вот другие вещи, которые позволяют вот именно в этом месте от функториальности избавиться. Вот, хорошо, значит, теперь... Так. Теперь, значит, то, что нам понадобится, нам понадобится такое страшное определение, как левый и правый сопряженный по КАНу. Кстати, в Гельфандии Манине, например, если поглядеть, как доказывается, пишется, что, ну, определяется левый и правый сопряженный функтор между производными категориями, там тоже используется ширение КАНа, но при этом там это как бы не водится как так целенаправленно, там это водится только вот в качестве каких-то условий на какие-то морфизмы, из-за чего ни хрена не понятно, по-моему, когда люди это все читают, когда, если они не знают общего, значит, определения, да? Вот, ну, по-моему, это не может быть понятно. Вот, окей, значит, давайте я начну тогда с вот этого, потому что вот этих левых и правых сопряженных по КАНу, потому что, то есть не сопряженных, а расширение КАНа, потому что потом нам это, значит, все равно понадобится. Вот, значит, есть вот функторы, это, значит, история о том, ну, грубо говоря, история вот о чем, что у нас есть, вот если есть функтор КА из СФД, вот, то у нас есть, значит, теперь, если есть там функтор из, там, ДФСД, ну, из Д оппозитное, можно сказать, не знаю, в множество, ну, пусть будет из Д в множество, то у этого функтора можно взять ограничение, да, то есть можно взять там, этому функтору можно сопоставить вот в такую вот композицию. Вот это К, а это вот F. И получается, что у нас есть функтор ограничения из sets в C, sets в D. А, в C это, наоборот, D, а тут в C. Ну, и спрашивается, есть ли у этого функтора сопряженные, левый сопряженный и правый сопряженный. Оказывается, что есть и левый, и правый, и эти левый, и правый сопряженные вы хорошо знаете, например, в каких-то примерах, по крайней мере, то есть, я, конечно, понимаю, что вы все это все, ну, многие из вас это все знают, но на всякий случай просто скажу, что, по-моему, это уместно сказать. Вот, например, если у нас есть ААВБ, там гаоморфизм каких-нибудь колец, да, гаоморфизм колец, вот, то у нас, если есть, ну, B, вместо множества будем рассматривать векторные пространства, у нас есть, например, B-модули, они, вот это будет функтор рестрикции в ограничениях в А-модуле, да, то есть, мы можем любой B-модуль, если есть гаоморфизм F, можно вот его рассматривать как А-модуль. А дальше мы можем, как бы, спросить себя, есть ли у этого функтора левый и правый сопряженный, то есть, вот, если у нас есть, наоборот, А-модуль, как мы можем определить B-модуль, который был бы левым сопряженным к рестрикции? Ну, и это должен быть такой, как бы, левый сопряженный, они всегда такие свободные, поэтому нужно взять M, который А-модуль, вот, и взять, ну, тут нужно сейчас, нужно взять над А, и тут взять над B, только тут нужно, наверное, тут это B, а, ну, вроде, да, все правильно, да, не, все правильно, да, вот так, то есть, вот это вот будет, вот, некоторые, это называется, как называется, расширение, сейчас, нет, как же это называется-то, индукция, вот, индукция, индукция, и этот функтор, на самом деле, вот, он левый сопряженный, в том смысле, что хом из B-модулей, значит, вот из этого B на А-м, а тут будет какой-то другой B-модуль N, это то же самое, что хом в А-модулях из N в рестрикцию N. еще раз, ну, можно, можно, есть же там все это, если вот это появляется раньше, в смысле, исторически раньше, нет, ну, как бы там бы написано, что, ну, понимаете, ну, понимаете, у нас там свет, нет, ну, хорошо, допустим, вот я хочу помахать руками и сказать, что множество для меня то же самое, что векторное пространство, я могу же? да, но где здесь векторное пространство? а? где здесь векторное пространство? ну, ну, как, нет, ну, если у меня есть категория с одним объектом, в которой стрелки то же самое, что B, вот у меня есть категория с одним объектом, вот, один объект, а стрелки в нем из этого объекта, это просто А, например, тогда спрашиваю, что такое функтор из этого, из такой вот категории векторное пространство? ну, казалось бы, что этому объекту я должен сопоставить некое V, которое будет векторным пространством, и любой морфизм на этом V должен действовать так, что, значит, соответственно, композиция переходит в композицию, а identity в identity, то есть это в точности, получается, что это модуль над такой вот частный функтор, это в точности А модуль. О, значит, не зря сказал, здорово, а я думал, что сижу сюда. Вот, ну да, то есть, значит, это как бы частный случай, но в том смысле, что это как бы то, что называется unenriched context, то есть все надо множествами, а это enriched, то есть все надо там векторными пространствами. Ну, значит, вот, ну вот, есть, да, это левый сопряженный, а для тех, кто не знает, можно вот в качестве упражнения доказать вот эту, этот джанкшен и потом еще построить правый сопряженный. Это будет такое коиндукция, она там хом должен быть, да, то есть вот их коиндукции. Вот если у вас был такой в алгебре, нет? Ну, дальше вот можно построить еще правый сопряженный, то есть это означает, что если взять хом в а модулях из рестрикции м, наоборот, fm в n, то я хочу, чтобы это было хому в b модулях от, значит, m в некоторый вопрос от n. И, значит, вот, то есть наоборот, тут рестрикция с этой стороны, вот, надо, значит, заменить вот это вот что-то на знак вопроса в том случае, когда у меня это стоит по-другому, то есть не с правой стороны, а слева или там наоборот. Ну, то есть, как это делается? Вот вроде бы хом от n, должен быть, который есть b модуль, да, должен быть какой-то а модуль. И как же это сделать? Вот вроде нужно взять как-то вот так хом из а, если я правильно понимаю, в n, но хом взять над b, вот. То есть у вас при этом на b должно на а действовать с этой стороны, слева, то есть это хом, допустим, левых b модулей, n у вас по определению b модуль, и вот это вот, значит, вот это а тоже вы рассматриваете как левый b модуль, потому что у вас есть гомоморфизм колец f, да, поэтому можно рассматривать любой b модуль как а модуль, И, то есть а можно рассматривать как b модуль. Вот, а дальше, значит, вопрос, а как же фига это становится а модулем? А такого, что у вас еще есть, значит, действие вот с другой стороны, вы же его еще не использовали, то есть вы использовали действие b на а, слева, а есть еще действие справа, но при этом оно получается действие а оппозитного, окей, но за счет того, что у вас это первый аргумент, оппозитность как бы дважды переходит в неоппозитность, и получается, что это действие, на самом деле, это вот а модуль. Вот, да, знаете такую конструкцию, это такое индукция, то есть вот, грубо говоря, получается, ну да, он и будет, он, нет, чтобы он был, да, б модулем, сейчас, да, нет, я еще, да, ну правильно, да, то есть у вас b действует на а с этой стороны, и в принципе, эти два действия b на а, левый и правый, они коммутируют, поэтому то, что у вас как бы одно действие левое использовано, вам никто не, как бы не использует на а. Не, ну, у вас, как действует, ну, у вас b действует на а, сейчас, я что-то, я ерунду какую-то вам говорю, вот вы правильно, сейчас, значит, у вас должна быть b, нет, у вас же уже а модуль, да, то есть я должен был, да, правильно, то есть я должен был тут написать b, а тут два раза а, да, конечно, да, то есть у меня, значит, вот это действительно, n это b модуль, а я, сейчас, и я тут написал какую-то, тут я написал ерунду, да, b модуль, а тут, сейчас, что-то я, нет, сейчас, b модуля, нет, слушайте, я что-то тут перебрал, сейчас, секундочку, значит, у нас b модуль переходит в а модуль, то есть вот здесь все правильно, то есть там, где рез, я должен писать а модуль, то есть вот здесь действительно а модуль, а здесь b модуль, то есть все правильно, вот, теперь, значит, если у меня b модуль, значит, эта штука должна быть а модулем, вот, поэтому вот правильно я сделал, я должен, значит, или неправильно сейчас. Должна быть A модулем. Нам нужно, чтобы он был коиндукцией, чтобы была, вы говорите, B модулем. Да, чтобы была B модулем. А у меня A модуль, да? Ну да, значит, правильно, да. Ну я же такое, да, тоже могу. То есть у меня, значит, вот я должен написать это таким образом, если N это A модуль, я хочу его сделать B модулем. То есть вот я могу написать тогда HOME из B в N, а B будет действовать с этой стороны. Вот я, да, чуть забыл. Будет действовать с этой стороны, но на самом деле с этой стороны будет действовать B оппозитная, но за счет того, что у меня дважды оппозитная, потому что HOME на первом месте, получается вот это. Вот, и это как бы самый такой частный случай. То есть мы это все знаем на самом деле, но теперь мы хотим вот такие левые, правые сопряженные писать в общем случае. То есть когда у нас есть какой угодно функтор уже множества, допустим, в обычных категориях, которых HOME множество, есть некоторое F, вот значит, из D в Sets, и мы хотим у него, значит, таким образом написать, определить, по крайней мере, левые, правые сопряженные. Да, понятно? Понятно. Вот, хорошо. Так. Значит, надо что-нибудь стереть. Спасибо. 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 Ну что, поехали. Значит, только у нас теперь вместо множеств будет какая-то другая категория E. Я напишу вот так. Вот, и история, в принципе, морально вот эти c и d, они морально должны быть малые, а e может быть большая, чтобы в ней были все малые пределы и купределы. Тогда, значит, история такая, что если у нас есть c в d, некоторый функтор k, то действительно у нас есть рестрикция вдоль k. А из sets в d в sets в c. А мы хотим написать, значит, вот как бы левый и правый сопряженные, но это будут сопряженные в категории функторов. То есть там морфизмы в категории функторов, это уже там вот эти натуральные преобразования. Если распутать это все, что получается, то получается, значит, такая вещь, что, значит, вот если это определение распутать, то, значит, вот мы скажем, что такое lan h, lan – это левый, от f, где f – это из d в e. Нет, из c в e. Да, из c в e. Да, правильно. Вот, из c в e. То есть диаграмма выглядит следующим образом, что есть вот c, тут есть e, тут f, тут k в d, а вот этот я хочу построить, как бы расширить. Поэтому расширение. Но это будет некий функтор lan, k, f. И если это lan, то будет еще вот такое натуральное преобразование nu. То есть это будет не в точности равно. То есть это будет некоторое nu, которое, значит, из f в композицию k на lan k, f. И это должно быть еще универсальным. Вот, в следующем смысле, что для любой универсальное, в следующем смысле, что если у нас есть диаграмма, значит, такая, что c с тем же самым f в e, с тем же самым k в d, а тут некое g, и есть при этом вот гамма, некий функтор, то отсюда следует, что эту гамму можно разложить. У нас же вот тут есть наш вот этот lan, и этот lan, значит, да, вот, и у lan есть свое mu. То есть тогда гамму можно представить в качестве композиции, да, правильно, сейчас я правильно говорю, нет, g можно представить, да, вот эту гамму, да, g, гамму, можно представить в качестве композиции, то есть существует, да, вот это вот lan epsilon, вот, который отсюда бьет сюда, то есть существует единственное epsilon из lan k, f в g, вот, любой g, для которой есть такая коммутативная диаграмма, такая, что гамму можно представить вот как композицию вот этого mu и epsilon, то есть гамма равняется, даже не знаю, как это написать, ну, в общем, имеется в виду, что да, гамма равняется, надо так написать, тут композиция с epsilon, ну, на самом деле, это, конечно, надо чуть-чуть более точно, наверное, сказать, что значит композиция, да, то есть имеется в виду, что я хочу, вот, у меня есть, вот здесь k, вот, этот функтор, и тут есть как бы вот lan, g, есть lan, есть вот этот epsilon, из lan в g, вот, и понятное дело, что, да, здесь есть еще, значит, вот функтор, вот есть этот самый, это, да, то есть, значит, идея в том, что на самом деле, вот, я могу с функторами делать некоторые действия, то есть натуральными преобразованиями, то есть я могу их всячески компонировать, значит, действия, то есть я могу их компонировать вертикально, горизонтально, я могу делать так называемый вискерин, что есть частный случай, горизонтально, вот здесь это вот вискерин, то есть это, значит, что такое вообще сначала горизонтально, это если у меня есть два, вот там c, d, и тут какое-нибудь там p, и тут есть такое, натуральное преобразование такое, то я могу отсюда вот написать натуральное преобразование. Вот если это f1g1, то есть это f0g0, то я могу написать, вот здесь будет композиция f0g0, тут будет композиция f1, и вот тут будет некое натуральное преобразование из c, f, p. То есть это означает, что я беру и делаю горизонтальную композицию. Но в частном случае, когда вот здесь f0 это то же самое, что f1, например, это вот как здесь k, и вот здесь стрелка это identity, тогда у меня получается wiskering, то есть это значит, что у меня было такое натуральное преобразование, а стало вот из этого функтора вот в этот функтор. А дальше я могу еще его скомбинировать вот с моим изначально данным этой, и то, что я получу в результате, будет, ну, естественно, натуральным преобразованием из этого функтора вот в нижнюю композицию. Вот тут это и написано как бы, да? Вот, это левая, значит, да, и вот есть такие функторы. Оказывается, что, ну, вот многие функторы, которые возникают в природе, они есть расширение k, например, вот левый и правый сопряженный. Вот как показать, что, например, левый сопряженный, k, он является вот таким вот расширением k, если он существует, конечно. А почему у нас там рез появился? Что? Рез почему бы появился? Ну, рез, это же просто вы можете наоборот, если у вас уже есть функтор из d в e, ну, вот, некий f, ну, который не f, а lan там, ну, неважно, то у вас есть вот композиция sk. Я это не могу, да? Что? Если у вас уже есть функтор из d в e, то в обратную сторону эта задача решается как бы просто при композиции sk, а вы хотите в обратную сторону решить задачу, что у вас есть вот эта вот при композиции, хотите ее расширить до такой стрелки. По определению, да, по определению. Ну, можно это написать, да, по определению левый сопряженный в категории функторов. Он левый, да, но в категории функторов. Да. Вот, и, ну да, нет, ну, вот как вам кажется, если вот, например, у k есть левый сопряженный, как его можно таким образом написать? Это первый вопрос. А второй вопрос, как ко-предел таким образом написать, если есть функтор там какой-то. Ну, да, левый, да, если он есть, конечно. Да, значит, тут из этого определения следует, что такой функтор, он определен однозначно с точностью дооднозначно определенного изоморфизма, да. То есть, если есть два таких функтора, то они канонически изоморфны. Это решение k на только херстиного. Вот, я думаю, да, да, так и есть. То есть, можно взять c identity в c, вот, а тут взять k в d, и тут будет какой-то вот lan. Вот, и должна быть, значит, композиция должна быть, ну да, видите, вот если должен быть, значит, это самое натуральное преобразование в эту сторону, то есть из identity должно быть натуральное преобразование в композицию k на lan. Поэтому, если это вот r, допустим, ну, правый сопряжен, а это сейчас. Нет, вот это неправильно, кстати, да, вот это вроде неправильно. То есть, он обычно вот такой. Сейчас, сейчас. Да, ну, потому что lr отображается в identity, если есть левый сопряжен, а identity отображается в rl. Вот, наверное, наоборот, значит. Значит, получается, что вот левое расширение k на, это, вероятно, вот, ну, из этого, по крайней мере, следует. Потому что если есть пара сопряженных функторов, то вот точно то, что в этом порядке, это я вам точно говорю. Значит, получается наоборот. Если мы хотим, чтобы это был левый, то, значит, мы должны брать правое расширение k на. Вот, ну, в общем, это все верно. А насчет предела мы, то есть тут будет run, и это будет левый сопряженный. А если мы хотим предел, ну, казалось бы, надо взять в качестве d просто финальную категорию, то есть категорию из одного объекта и только тождественного морфизма. Тогда по любому такому вот функтору из C в E, вот, у нас получится некоторый, вот эта финальная категория, получится некоторый, соответственно, объект. Функтор из финальной категории в E это просто объект в E. И получится, значит, вот эта просто проекция, получится некоторый объект в E, который, на самом деле, будет калимитом вот этого f. но тут у нас почему-то какая-то путница во в том что здесь у нас ранты как раз получался про это ну да да это да да а тут вроде бы да вроде бы действительно ран нужно брать чтобы ну как так получается вроде начниках ну а то есть на самом деле вот все замечательно теперь у нас есть дуальное понятие давайте мы его быстренько напишем дуальное понятие таран от к в это значит у нас такая же буду извиняюсь подглядывать потому что что-то в этом легко запутаться в принципе в этих обозначениях то есть вот такая штука что у нас есть да то есть видите смысл в том что на самом деле вот это важно отметить у нас вот эта диаграмма с этим ланом она же не становится коммутативной то есть неверно что f равно там композиции вот этих двух стрелок на самом деле это некое приближение вот f и как бы такой вот композиции может быть морально это такое максимально хорошее приближение и поэтому возникает два определить нас они там есть какое-то утверждение очень простое что если по моему к fully face full то есть строгие вполне то вроде бы это верно что она равно лишь это сейчас я уже не помню на самом деле но в каких-то в каких-то отдельных случаях верно что вот композиция просто будет равна а вообще говоря это неверно то есть вообще не надо об этом думать как коммутативном треугольнике это некоторые два функтор и отображение одного в композиции двух этот морфизм функторов не обязан быть из морфизмом даже то есть просто другой какой вот вроде бы да вроде бы вроде бы да да вот и значит да и вот тут у нас значит вот есть такой функтор который называется ран и разница будет в том что тут будет в другую сторону вот это натуральное преобразование вот в эту она будет называться это и значит если у нас есть любая другая диаграмма с тем же самым f и к вот и тут какое-то же и вот некое преобразование гамма натуральная то должна существовать должно существовать должно существовать из же в этот самый ран да то есть тоже в обратную сторону то есть должно существовать эпсилент которая в данном случае будет из же в вот ран к ф вот такое что да такое что вот если сейчас что-то я тоже немножко запутался то есть тут у нас эпсилент было откуда куда из из лана в же да и получалось что вот да получалось что вот это вот это преобразование оно значит да окей а тут значит наоборот это у нас будет из же вот в этот самый вот вот такое вот ран эпсилент вот которая тут нарисовано и значит соответственно вот ну да и соответственно вот это вот гамма должна быть равна композиции если мы сначала берем эпсилент а потом берем вот эту эту ну а ты что-то в разном вот это это тут как бы то есть тут как бы меняется направление всех стрелок грубо говоря то есть еще раз для любого для любого же при котором есть такое натуральное преобразование существует единственный морфизм функторов эпсилент такой что вот это 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 гамма такой что гамма значит разлагается как сначала мы берем эпсилент а потом эту вот ну вроде нормально вода есть такие значит вот понятия которые в разных и послать их встречаются там сказать разным образом а сейчас я значит с помощью этих понятий определю что такое производный функтор то есть Продолжение следует... Продолжение следует... Просто я надеюсь, я докажу там некую теорему, вот из этой книжки, связанную Каной, которая была уже, ну, относительно недавняя, хотя, в принципе, непонятно почему, не была известна раньше. Вот, окей, значит, вот пусть у нас есть некий функтор F из M в N. И M и N просто там категории, допустим, обыкновенные, ну, то есть у которых HOMO это множество. И вот есть такой функтор. И у меня есть еще в M есть класс, как бы, слабых эквивалентностей, и в N есть класс слабых эквивалентностей. Ну, в этой науке, значит, требуется, чтобы этот класс слабых эквивалентностей удовлетворял более сильному условию. Не два из трех, а два из шести. Вот, ну, давайте я... Ну, я могу просто сказать, но как-то я, наверное, не готов вот как-то целенаправленно комментировать, почему это нужно. Вот сейчас, по крайней мере, может, в следующий раз скажем. Ну, в общем, это означает, что вот если есть... Ну, просто это говорю просто к сведению, да, чтобы... Вот, и тут, значит, H, тут, значит, F, значит, FG, это G, получается, H. Вот, и вот тут еще есть такая стрелка FG, H. Вот, то условие заключается в следующем, что если FG слабая эквивалентность и GH слабая эквивалентность, то отсюда следует, что все остальные тоже слабые эквивалентности. Вот, тут показывается, что это более сильное условие, чем два из трех, то есть два из трех отсюда следует, и надо это, судя по всему, вот для чего, что если у нас есть локализация, то есть вот из M этого самого Габриэла Цисмана, из M в HM, и мы хотим, то есть не то, что вот до этого мы рисовали через модельные категории, а типа вот через зигзаги отображений, то верно, и как-то там доказывается, что вот если вот это условие выполнено, тогда никто, кроме слабой эквивалентности, не переходит в изоморфизм. То есть слабой эквивалентности переходит в изоморфизм, и только они переходят в изоморфизм. То есть что слабой эквивалентности, оказывается, что они там называются saturated каким-то множеством отображений. Ну, то есть, грубо говоря, вот накладывается такое отображение, если вот можно будет это попробовать в следующий раз как-то обсудить, но просто даю определение, ну, некое там условие на эти W. Вот, да, теперь, значит, ну, цель-то была как бы определить, что такое левый, левый, левый функтор из хо-м хо-м. Еще раз. Не-не-не-не-не-не, тут вот лемо, дока, не, я сказал-то я правильно, только я это не готов содержательно комментировать. То есть, сейчас, тут лемо, лемо, которая тут у них доказывается, по крайней мере, она говорит, что вот этот функтор из м в хо-м, он только вот, если какой-то морфизм переходит в изоморфизм, то этот морфизм обязательно... А, не называется стоит. Это, понятно. Это такие диаграммки, да. В смысле, это не то, что было. Не то, что было, не модельные категории, да. Ладно, давайте мы пока вот этот момент оставим, может, я еще раз чуть обсудим. Вот, значит, вопрос, как вот это все, что это такое, как я могу это определить. Ну вот я могу взять m, оно отображается в n, а это отображается вот гаммой своей в хо-м. Вот. А с другой стороны, вот у меня вот это отображается в хо-м. И я хочу что-то построить вот такое. Это гамма-м. Ну и то, что люди говорят, они, значит, как бы вот расширяют. То есть имеется в виду, что в наших предыдущих обозначениях вот это вот m, n, хо, n. Вот это как бы наше е. То есть это вот горизонтальная стрелка. Теперь вот тут у нас это в хо-м. Это вот это гамма. Это f, а это гамма тоже. Это гамма или дельта. Лучше дельта. Она тут вроде дельта обозначается. Дельта m и это дельта n. Вот. Я хочу построить вот такую штуку. И вот говорится, что если это ран дельта, вот рану дельты m вот от этой композиции, вот эти как-то обозначим, там, t. Вот. То вот если этот функтор существует, то он, значит, является левым сопряженным. Значит, l, l, левым derived, то есть левым производным. lf равняется рану дельта m под t, если существует. Если вот это вот дело существует. Вот. Значит, то есть, соответственно, верно вот то условие на этот правый сопряженный, которое мы тут только что, значит, обсуждали с этими стрелками, да. То есть это означает, что стрелка должна быть вот в этом направлении. Вот. И, ну и, соответственно, там для любого другого функтора, который у нас такой же есть, должна быть стрелка из этого функтора вот в этот производный и так далее. Вот. И есть, ну, отсюда как бы следует, что если он существует, то он единственный. На самом деле, вот, и... Да, и окей, есть то же самое, есть дуальное определение. С правым сопряженным, он определяется, наоборот, как лан, как левый расширение Кана. Ну, казалось бы, определение, определение. А теперь, значит, почему оно... Нет, это определение, как бы, вроде как, длиню принадлежит. Если я правильно, так, по крайней мере, ссылается. Ну, в каком-то другом контексте. Вот, ну, в общем, оно везде... Это определение-то есть, было везде. Например, вот, в книжке Гельфанда Манина, оно есть как определение там... Ну, там чуть-чуть по-другому. Там все через гомотопические категории, как-то их локализации говорится. Ну, тем не менее. То есть, по крайней мере, из этого определения следует, что если этот функтор существует, то он единственный, да, с точки зрения единственного изоморфизма. А теперь, значит, вот то, что интересно. Это, значит, какая связь с реальностью. Почему мы можем, используя вот это все, как-то, значит, это все дело строить? Ну, значит, тут надо сказать, что если... f сам по себе переводит слабые эквивалентности в слабые эквивалентности, да, если f переводит слабые эквивалентности в слабые эквивалентности, то такой производный функтор построить очень легко, да? То есть, если у нас, значит, пусть f, пусть f от wc равняется wd. Тогда, значит, что мы можем сделать? Мы можем рассмотреть, вот как тут написано, m, f, n, а тут, значит, ho от n. И, окей, тут взять функтор в ho от n. Тоже дельта, и это дельта. Значит, вот этот функтор, он, вот если этот функтор переводит... Сейчас, только, вероятно, я должен их поменять местами. Ну, короче говоря, у меня оба функтора переводят слабые... В этом вот предположении у меня обе стрелки переводят в слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. Поэтому, да, вот так, да, правильно. То есть, вот это у меня функтор локализации, а это какой-то функтор... Слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. Значит, после локализации в изоморфизме существует единственный функтор, который делает эту диаграмму в точности коммутативной. Не просто в точности коммутативной. Это то, что у нас было до этого в случае модельных категорий. Но это можно и в общем случае доказать. Но смысл в том, что это условие, что F переводит все слабые эквивалентности в слабые эквивалентности, оно не выполняется в реальности. Оно переводит только... Вот, например, в модельных категориях есть такая лема, которая называется лема Кенни-Брауна, которая говорит, что левый функтор Квилина переводит слабые эквивалентности между кофибрантными объектами в слабые эквивалентности. Ну и, соответственно, правый переводит слабые эквивалентности между фибрантными объектами. А сейчас это нужно правиться. Я не понял, еще раз. Зачем там нужно равенство F от Омеля-Ц? Ой, в смысле W-Ц? Да, лежал. Ну да, извиняюсь, конечно. Нет, этого нам не нужно. Нет, я извиняюсь, это я не прав. Лежал, да. Окей. Значит, да. Вот, то есть в таком случае это все можно построить, но в общем случае F, оно не всегда переводит слабые эквивалентности в слабые эквивалентности, а только если у нас есть какой-то специальный класс отображений. Да, вот, например, пусть есть две, ну я не знаю, две проективных резольвенты, тогда квазизоморфизм между проективными резольвентами переводится левым, значит, точным справа функтором в квазизоморфизм. То есть если у нас есть комплексы из проективных объектов, и есть какой-то между ними квазизоморфизм, и спрашивается, вот, есть лево, значит, точный справа функтор, то вот это переводит в, переходит в квазизоморфизм, да, это верно, потому что он переводит ацикличные в ацикличные. Из, ну, в смысле, вот левый, значит, функтор переводит, значит, он переводит комплекс из проективных объектов в ацикличный комплекс из проективных объектов в ацикличные. Но вот то, что говорится тут, это примерно то же самое же на самом деле, потому что если у вас есть квазизоморфизм, то, ну, да, то вы можете написать, вот, если есть mf из mvn, вот, то можно написать кон от этого вот f. И это тоже некий комплекс, у которого все объекты проективны, и верно, что этот кон ацикличен тогда и только тогда, когда f квазизоморфизм. Ну вот, а поэтому, если у нас теперь есть еще какой-то там функтор, то понятно, что вот можно написать кон от, можно взять, там, применить f от m, f от n, тут будет f от f, взять конус, и для того, чтобы сказать, что вот это отображение квазизоморфизм, это то же самое, что сказать, что конус ацикличен. Вот, ну, а так как у нас вот на этом уровне, ну, можно сказать, что конус от f, f, а дальше то же самое, что f от конус f, ну, по крайней мере, вот в нашей-то категории комплексов, вавелевой категории, вот, а поэтому, значит, так как мы знаем, что вот этот вот ацикличен, значит, и конус вот f от f ацикличен, а значит, f от f квазизоморфизм. То есть это, на самом деле, условие, что, ну, функтор точный справа переводит квазизоморфизмы между комплексами проективных объектов квазизоморфизмы, это то же самое утверждение, что этот же функтор переводит ацикличные проективные комплексы в ацикличные. Вот. Ну, просто тут оно, на самом деле, вот в этом, в этом виде применяется. Вот. Все. Хорошо. Теперь, значит, мы говорим, говорим, значит, вот такое, что... Сейчас что-то хотел вам сказать. Вот. Да, теперь, значит, вот определение, что левая деформация это вот уже из этой книжки функтора f из m в n для функтора f это значит некий функтор q из да, некий функтор q из m в m и морфизм функторов из q в тождественное преобразование m такое, что вот эта штука, она будет слабой эквивалентностью. то есть это означает, что q... ну, вот, что если взять qx в qy, да, это вот q... сейчас нет, вот так, qx в qx сейчас, 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 что-то я тут ерунду какую-то говорю. То есть, значит, у нас есть вот просто некоторый функтор, который морально там какая-то там кофибрантная замена. То есть она должна быть функториальной. И теперь у нас, значит, из вот этой замены должен быть морфизм функторов тождественный, да, что означает, значит, что это означает, что у нас для... что есть, да, из qx в x морфизм, вот, qx для любого x это должно быть вот слабой эквивалентностью. Это вот требуется. вот, это, значит, называется левая замена, но это просто левая деформация. А теперь для функтора f, для функтора f это означает, что если взять вот mq, взять полную категорию на образе этого q, полная подкатегория с объектами из образа q, то на mq f переводит слабой эквивалентности, переводит из w в w. Вот, то есть, грубо говоря, вот больше ничего не говорится. То есть, казалось, то есть говорится, что, грубо говоря, есть такая вот функториальная замена объекта на кофибрантный и есть еще натуральное преобразование вот из этого q в identity, такое, что вот каждый вот этот морфизм, это будет, соответственно, слабая эквивалентность и, значит, это просто левая деформация, а левая деформация для функтора f это просто означает, что на образе, на полной подкатегории в m объекты, которые это образы вот этого самого f, значит, f переводит слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. Грубо говоря, это означает, что вот мы хотим вот сказать самым вообще незадачливым образом, там вот таким образом, что f переводит, грубо говоря, слабой эквивалентности между кофибрантными объектами в кофибрантные, то есть вот просто, значит, вот так мы это и говорим. Но тут вот существенно, что это именно функториальная должна быть замена, да, вот, то есть не просто функториальная, а еще тоже может быть морфизм функторов, из Q в идентич. Вот, ну, вот, теперь, значит, вот, теперь теорема, вот, собственно, из этой книжки, она говорит, что если для функтора F есть вот эта деформация левая, то есть левый сопряженный, и строится он легко догадаться как, да? Не, 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 расширение МК на этом и доказать должны, он строится уже просто руками. Мы просто банально применяем, там, к образу Q, соответственно, F. Что-то я тут хотел еще себя глядеть, да. Вот, да, значит, теорема, вот в чем заключается, что пусть функтор F из M в N допускает левую деформацию, вот в том смысле. Вот, тогда мы определим, вот, тогда положим L, там, F. Ну, тут, наверное, да, надо, ну, да, правильно, конечно, сказать, что мы берем, применяем вот Q, потом F, а потом еще вот эту дельту, то есть мы, ну, да, вот так. То есть это означает, что мы применяем, ну, в принципе, можно и без этого даже вот так. Ну, хорошо, пусть будет так, да. То есть, не, давайте без этого дельта. Значит, что у нас таким образом, то есть тут какая-то тоже есть небольшая путаница с тем, что есть total left deride functor и есть просто deride functor. Но мы сейчас все это дело превозможем. То есть я думаю, что это все написано правильно. То есть мораль заключается в том, да, что вот мы, ну, правильно, ну, хорошо, пусть будет, значит, так. То есть, значит, что происходит, что мы, ну, я бы дельта вот все-таки написал, и тогда это будет функтор из M, из M в ху от N, да. То есть мы как бы применяем F, вот это дельта, это вот наш стандартный функтор из N в ху от N. Вот. То есть мы применяем как бы просто банально F, а просто не ко всем объектам, а мы сначала берем вот эту вот функториальную замену кофибрантную, ху. Применяем потом вот это вот F и потом вбухиваемся в гомотопическую категорию. И, значит, утверждается, что это будет, соответственно, левым вот этим производным функтором. И теорема, значит, заключается вот в чем, что, то есть можно доказать, доказать вот это вот свойство, значит, Кана. Значит, вопрос просто, что мы должны доказывать. Вот. Возникает вопрос. То есть, значит, что вот эта вот штука, то есть, значит, что, о чем мы говорим, что вот у нас есть M, вот тут у нас есть гомотопическая категория M, да. Вот тут N, тут есть гомотопическая категория N. Вот это наш F. И вот этот вот есть функтор, который мы просто вот руками определяем. То есть мы определяем, на самом деле, вот этот функтор руками, но вот, ну, скажем так, вот этот функтор, он равен вот дельта FQ, а потом, ну, бар, потому что, ну, вот если мы берем вот этот функтор как отсюда сюда, то это функтор, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, соответственно, поэтому он индуцирует единственный функтор вот отсюда сюда. То есть мы вот, грубо говоря, вот эта штука, она является, вот давайте так напишем, да, то есть она является вот раном. Вот хочется вот это доказать. Раном вдоль вот композиции F дельта. Нет. Нет, неправильно. Вдоль вот этого, вот этого, да. Ну да, то есть вот мы хотим доказать, что это является, что вот для любого Q это является, значит, левым сопряжен, является правым расширением Кана. Значит, теперь вопрос, что я для этого должен, значит, показывать. Вот, я хочу на самом деле доказывать это немножко не таким образом, я хочу как бы вот заменить вот такие функторы, да, вот я заменяю такие функторы на функторы из M в гомотопическую категорию N, которые переводят слабые эквивалентности в азоморфизмы. Вот, поэтому я буду как бы доказывать что-то типа расширения Кана, только вот в этом контексте. Значит, окей, давайте теперь поймем, что, да. То есть, значит, у нас получается, что вот этот вот функтор – это F дельта, вот, а вот этот вот функтор, который мы тут строим, это FQ дельта. И я должен, как минимум, сказать, что у меня, значит, есть вот расширение Кана, то есть это, значит, отображение отсюда сюда должно быть, да. вот, такое, что для любого другого дельта G в дельта F, вот у меня дельта или не дельта, сейчас. Ну, да, то есть, что если у меня есть вот такое отображение, то вот, я хочу, чтобы оно пропускалось единственным образом через дельта FQ. Вот. такую вещь я хочу показать. Значит, давайте попробуем это дело сказать. То есть я просто, грубо говоря, хочу доказать, что вот этот вот, что если есть Q, как там написано, то вот эта вот F дельта FQ, она является правым расширением Кана. Вот, только единственное, что я тут зря написал, наверное, вот G. То есть, значит, давайте я тут просто нарисую, каким я тут себе порисовал, когда я пытался, значит, все привести в какое-то чувство, только я уже запутался, где и что, да. То есть, вот, да, вот, наверное, вот это, ну да, вот это вот правильная картинка. То есть есть функтор G, который из M бьет в Хоатен и переводит слабые эквивалентности, переводит V в изоморфизмы. Вот, значит, и есть, и есть вот такое натуральное преобразование, гамма. И есть гамма из G в дельта F. Вот, тогда я хочу показать, что это вот гамма, оно пропускается через вот то, что я, да, то есть, что вот оно пропускается через, что есть некоторый вот такой вот эпилент, то есть, что существует такой эпилент из G в дельта FQ, такой, что единственным образом гамма, значит, представляется. Теперь, значит, вопрос в том, а что такое мое вот это вот отображение, как это тут обозначается, Mu. Вот как Mu-то мне нужно для моего вот этого кандидата дельта FQ построить такое Mu. Ну, я его просто строю, просто я беру сначала вот этот вот функтор Q, то есть, у меня есть вот функтор Q, который есть из Q в identity, да. После этого я применяю F и применяю эту дельту, гомотопическую теорию, вот я и получаю. То есть, вот это вот Mu, оно просто определяется, как, ну, дельта FQ, я бы вот так написал. Да, ну, понятно, что происходит. Да? Надо чуть. Да, я тут что-то, да. Чтобы то, что понятно, значит, хочу рассказать о пределе левой информации. Левой информации, вот в каком-то на месте, в первом месте выделяете FQ? Вот, вот справа, вот так, где на той лице FQ? Вот. То есть, это, да, это про, вот тут это просто левая деформация. А теперь это левая деформация для функтора F, что означает, что вот F на образе вот этого Q, то есть, я беру вот эту категорию MQ, которая полная категория, у которой объекты, это образ Q. И я хочу, чтобы на этой категории, вот, значит, F переводил слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. Ну, например, если слабые эквивалентности, это пустое, а, пустое-мурфик, а слабые эквивалентности должны содержать изоморфизм, или нет? Изоморфизм должны содержать, вроде. Если там только 2,6, там еще и изоморфизм, да? Это тоже. Ну, слушайте, я так даже не знаю. Но для слабых эквивалентности просто все изоморфизмы. Все изоморфизмы, да. Ну, тогда с очевидностью можно взять просто Q равно тождественному функтору. И, ну, Q это, да, тождественный, и Q маленькое тоже тождественное натуральное преобразование. И когда яла информация, это непонятно. А что вы... Ну, да. Нет, более того, вот, допустим, может быть, даже вот можно такой пример забрать. Предположим, что наш функтор F сам по себе переводит любую слабую эквивалентность в слабую эквивалентность. Тогда как мне построить деформацию, которая является деформацией для такого функтора F? То есть это вот в терминологии этих людей, это означает, что F сам по себе гомотопический. То есть это вот, который переводит любую слабую эквивалентность в слабую эквивалентность. Ну вот, тогда можно тоже взять Q, тождественный функтор, Q маленькое, тождественное натуральное преобразование, потому что на образе тождественного функтора, то есть образ вот этого MQ, это будет просто вся категория M. И F будет переводить любую слабую эквивалентность в слабую эквивалентность, что он и делает. То есть вот это требование выполнено, если F был изначально таков, гомотопический, как они говорят. Но в общем случае F не таков, и поэтому в общем случае должны быть какие-то нетривиальные, такие функториальные конструкции. Да, и мы, значит, вот пытаемся, значит, теперь, да, значит, мораль только в том, что, значит, что будет происходить сейчас? Будет происходить, что если у меня есть такое вот Q, то я просто явно строю вот это вот расширение Кана, правое. Что, вообще говоря, несколько нетривиальная история, потому что, ну, в гомотопической категории, как известно, нету там копределов или пределов. То есть, вообще говоря, вот обычно расширение Кана, они строятся, как там, например, левые, как копределы по каким-то комокатегориям, а правые, как, значит, пределы по другим комокатегориям. Но в этом случае мы их так не можем построить, потому что в гомотопической категории нету таких вот пределов по кому-то категориям. Но оказывается, что вот можно, вот если есть такая деформация, то можно построить это расширение Кана некоторой явной конструкции. Вот, это вот, это и есть конструкция. Вот, окей, значит, прикольно, да. Значит, теперь мне, да, только то, что единственное, что тут происходит, это вот, когда я говорю расширение Кана вдоль дельта, я должен рассматривать всевозможные функторы G, да, из хо от N в хо от N. Ну, если буквально применять определение. А я вместо вот такого хочу говорить функторы из M в хо от N, которые переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы. И я это имею право делать, да. То есть, поэтому вот, когда я тут должен рассмотреть такое G, вместо этого я буду рассматривать G из M в хо от N, которое переводит слабую эквивалентность в изоморфизмы. И, значит, плюс вот некоторый функтор из G вот в этот вот дельта, в дельта F. И я хочу показать, что он, значит, единственным образом пропускается через вот этот вот функтор, это просто я беру Q и делаю ее композицию с вот это вот дельта F. То есть вот это вот просто, грубо говоря, Q, да, на Q я навешиваю просто дельта F. А дальше вот просто мне нужно показать, что для любого такого вот гамма существует и единственный эпсилон, такой, что выполняется вот эта вот композиция. Собственно, такая вот незатейливая вещь. Вот. Когда немножко путанная, то есть, честно говоря, я должен признаться, что вот я последний шаг этого рассуждения, я решил, что-то я вчера как-то так заснул рану, то я решил, думал, вот с утра-то тут что-то же там просто же это все, наверное. Вот я как-то поэтому пришлось на 10 минут как бы отложить немножко, потому что какое-то такое вот-вот-вот единственность. То есть то, что оно существует, мы сейчас легко покажем, а вот то, что оно единственное, там немножко хитрое рассуждение, но мы сейчас увидим.